Друзья, всем привет, Алексей, вы на связи. У нас сегодня репортаж снова с Романом. Оказалось, что есть некоторые моменты, которые вот есть дополнительные вопросы. Первое, я попрошу Романа, вот у нас был уже интервью, где Роман рассказал, как он приехал, женился на Филиппинке и сейчас вернулся к себе домой. И нам и были комментарии, много комментариев, я вот сейчас попросил Романа ответить на эти комментарии. Если он вот, посмотри, Роман, какие такие нормальные комментарии, может быть, ты ответишь, и это будет, в общем-то, правильно. Если ты ответишь, а не я, а не кто-то другой, правильно? В основном комментарии такие положительные, они меня одобряют, говорят, ты молодец, шел и добился до конца. Абсолютно, я тоже. Да, кто-то сказал, я не буду называть имя, я сказал Говорич, с таким характером очень трудно найти женщину, но другой сразу же написал, он же нашел. Трудно найти, смотря где. Подожди, подожди, Роман, Роман, а что они имеют в виду, с каким характером? А какой характер у тебя? Я же вначале рассказал, как я искал, другие не говорят, а я сказал, я вот перебирал. Перебирал, ну так правильно, разве так не надо делать? Что здесь такого неправильного? Вроде все хорошие, все хорошие. Главное, чтобы были честные, ну, тебя симпатизировали, самые главные. А потом были честные, ну, терпеливые, конечно. Это надо время проверить. То есть, я так понимаю, твоя стратегия. Давай немножко поговорим по поводу твоей стратегии. Вот ты, когда приезжал на Филиппины искать девушку, да, у тебя же был какой-то план, как ты будешь поступать. Правильно? Как стратегия. Например, человек может решить, а, возьму первую попавшуюся. Или встречаюсь так, так, так. Вот как у тебя? Я перебрал, ну, смотрел ваши ролики и, это, как говорится, мотал на ус. Вот. И, ну, стал перебирать. Несколько раз разочаровывался. Когда вот начинаешь вроде уже увлекаться, что-нибудь тебя, знаете, такое оборвешь, что ты даже не будешь встречаться. Роман, это ты перебирал в онлайне или уже когда приехал сюда? В онлайне, конечно. Я так живу и перебирал. Да, перебирал. Я не хотел, значит, пойти, там, встречаться со всеми налево-направо, заработать что-то или быть в какой-то опасности постоянно, что тебя могут обмануть, что могут, ну, обокрасть. Или же еще что-то. То есть стратегия была на уменьшение риска, правильно я понимаю? Такая консервативная стратегия. Правильно. Когда вот идешь какую-нибудь, едешь в какую-нибудь страну, ты должен знать, ты там чужой, абсолютно чужой, и все тебя видят. И поэтому надо быть очень внимательным, осторожным, даже на приглашении, которые вот на дороге стоят, приглашают выпить, не надо ходить. Это действительно так. Мне, между прочим, я могу добавить, что Раслин мне много раз говорила, если угощают едой незнакомые люди, ну, то есть не надо есть. То есть, я не знаю, как бы, я так не чувствую какой-то опасности, но мне действительно Раслин несколько раз такое говорило, поэтому я полностью поддерживаю это, что ты говоришь. Не надо так просто вот куда-то идти какие-то. Вот, и этот, температуре, жаре, очень трудно привыкать, но привыкнуть можно. Самое главное, да, вот так вот ментально расслабиться, и все будет нормально. Ну, конечно, надо стараться находить там комнату с кондиционером, океан спасает, хотя температура воды очень большая. Я тебе скажу, что спасает. Спасает купание в водопадах. Ты, кстати, купался, это просто намного приятнее, честно говоря, днем, чем в океане. Да, 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 в океане там приятнее, а так днем ты потеешь, просто, может быть, температура не очень высокая, но влажность, наверное. Хорошо, Роман, давай вернемся вот к первому. Ты в онлайне, вот какая у тебя стратегия была в онлайне поиска? Да, чтобы не тратить, ну, как говорится, меньше тратить время, мне надо, чтобы я, это, она мне понравилась, а потом я ей понравился. Вот сама собой, правильно? Что мы заинтересовались друг с другом и переписываемся. Там насчет любви не надо даже разговаривать в этот момент. Просто вот интересуешься, разговариваешь, чем занимаешься, как, чего, узнаешь. Потом постепенно узнаешь, врет или нет, пунктуально или нет. Ну, были такие, которые сразу просили, вот у меня телефон плохой, я скоро не смогу с тобой разговаривать. Он разваливается, уже несколько раз чинили и так далее, и так далее. Ну, я потихоньку, я, как говорится, старался избавиться от таких. Или кто-то просил... Ну, он разваливается это просто, когда ты в онлайне просто не общаешься и все, правильно? Да. Я им ничего не говорил, не оправдывался, ничего, просто уходил и не отвечал. Абсолютно. Абсолютно. Да. Зачем? Зачем оправдываться, там, извиняться? Никому это не надо. Они делают свои... Роман, вот люди спрашивают часто про веб-сайт. Вот спрашивают меня, какой веб-сайт? Вот какой ты пользовался для знакомства? Как плюсы и минусы? Как бы ты, может быть, несколькими ты пользовался? Я не пользовался, не пользовался несколькими, я пользовался Dating Asia. Dating Asia, ага, бесплатный веб-сайт. Но с Россией там нельзя зарегистрироваться, прямо скажу. Поэтому и VPN они отслеживают очень хорошо. Да. Вот. И прилично там полгода почти разговаривал с разными. Вот. Ну, искал. Кто был более устойчивый, с ним оставался. Я когда уехал на Филиппины, у меня был такой запасной вариант. Если она не выйдет, не встретится, значит, мне надо будет переждать и встретиться с другой. Вот. Ну, не получилось. Я не встретился с ней, я рассказывал об этом. Потом ездил на другие острова, Думагетти, это Негрос. Вот. Там, значит, на мотоцикле ездил по побережью, упался. И там заодно познакомился с этим блогером Андрей был. Он сейчас обратно в Канаду приехал. Он женился на Алене. Андрея и Аленка. У них канал был. Они живут в Канаде, Винсдере. Знаете Винсдер? Винсдер. 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 В Антарию, это, кажется… Юг, прямо на границе с Америкой, правильно? Да, да, да. А ты в каком городе живешь? Я живу в Эдмонтоне. Эдмонтоне. То есть, Алберто? Алберто, да. Это провинция Альберто. Хорошо, Роман. Давай вернемся к ответам на комменты. Давай, посмотри, пожалуйста, что там можешь ответить. Есть ли какие-то интересные? Что я могу ответить? Просто я скажу, как говорят, везде хорошо, где нас нет. На Филиппины ехать надо уже, как говорится, серьезно решиться. Не так, что там лучше, в России хуже или там что-нибудь такое. Нет. Там будут свои сложности. Если в России холодно, то там жарко. На Филиппинах жарко. И очень жарко. Днем, без тени, без шляпы там делать нечего. Можно сгореть. Возможно, невозможно. Никто, чтоб не ходил. Удар получить можно легко. Потом без транспорта, без этого супера тоже делать нечего. Надо ездить далеко. Пешком далеко не пройдет. И еще что. Ну, кто хочет туда ехать, должны, значит, думаю, держать в России, если есть бизнес, источник прибыли, держать этот бизнес и ездить. Ну, там, на два месяца, на три. И кто-то должен смотреть за его бизнесом, там, в России, за это время, надежный человек, родители, там, брат, кто-нибудь, ездить. Как говорится, продавать все, ехать туда сразу, это очень не рискованно. С работой там, ну, как, может, работы много, но оплачивают очень низко. Знаете, да? Ну, и иностранец не так просто официально работать, просто некоторые мне пишут и говорят, если там работа, ну, опять же, низкая плата, если вы хороший специалист, то, ну, да, но там вы можете найти. Если такой вот просто как строитель здесь, ну, так просто, ну, вы не сможете конкурировать с местной рабочей силой, то есть они просто дешевле. Вроде там море кругом, рыбалки полно, но рыбаков тоже очень много. Это, как говорится, номер один источник, как говорится, существования рыбалка. И они как ловят. Я с одним рыбаком познакомился, можно сказать, до конца дружил с ним, с его семьей, родителей. И отец этот, поломанным позвоночником, горбатый, 73 года, тоже выходит в море. Понимаете? Потом этот парень, его звали Санни, у него семья. И вот он, когда я приехал, он этот, как его, соединил две сети, у него сеть была 2 километра. И вот он, знаете, сколько ловил? Иногда ловил полтора килограмма. Ну, очень мало. Когда повезло, при мне он поймал один раз 9 килограмм. Вот. Но это все равно какой-то источник. Значит, сегодня, завтра, каждый день. Ну, смотри, даже 9 килограмм. Допустим, иногда полтора, иногда 9. Допустим, в среднем может быть 5 килограмм, да? Если мы, может быть, как-то так возьмем. Но 5 килограмм рыбы, он ее продает, может быть, за 100 песо, может за 150, может быть за 200. То есть, это до 1000 песо он реально получает, да? Да, это приблизительно рыба там, свежая рыба, прям с моря, она, будем говорить, 200 песо. Ну вот. То есть, он может получить 1000 песо за вот такую одну поездку. А 1000 песо, это, сами знаете, это сколько там, 20 американских долларов, да? 20 долларов, да. Да, это, видите, на всю семью. У него, значит, четверо детей, жена. Жена ему помогает во всем. Ну, жену там помогает. У этого старика, у этого, я его назвал капитан Морган. Морган, вот он, у него тоже жена, она бабушка. Ну, она, я ее назвал мама-босс, она, как бы, контролирует все, помогает своим детям. И побочно они чем занимаются? Это саня, когда вот придет с моря, он берет, как его, трехколесным, ну, в общем, велосипед и возит людей, развозит людей. А, то есть, не трицикл, а именно велосипед такой, да? Велосипед, там, где я жил, Альбуера, там, значит, велосипед, это, много было, ну, как, много людей подрабатывали на велосипеде. Это, как бы, районы-центр, большой-большой маркет, потом, там, на улицах, в общем, магазины, как говорится, частные. Ну, в общем, центры, районы-центры, это были районы-центры, и они там жили, и вот, вроде рыбу она продавала, вот, его жена продавала сразу, у нее были уже заказы. И вот, как он привезет рыбу, она сразу бежит к кому-то, или кто-то приходит, сразу забирает. Скажи, это большая рыба или маленькая? Потому что цены существенно отличаются, ну, примерно в два раза. Если большая, вот, и кусками это... Покрупнее, конечно, которые в сеть попадают. Иногда попадаются большие, но это очень редко, редко. И этот... Они заплывают далеко, ну, как далеко, глубина, иногда глубина, там, 100-120 метров, и с такой глубины они вытаскивают сеть. Вот. Ну, работа такая, я бы, знаете, вот, не знаю, как, смог бы выдержать или нет. Но был бы молодой, может, выдержал. Ну, это и опасная, во-первых, это опасная работа, во-вторых, это не каждый день. Ты можешь ехать, там, плыть, потому что погода, погода штормовая, все, рыбалки не будет. Вот мы смотрим по вечерам, бывают дни, когда очень много огоньков рыбацких, а иногда нет. То есть, не каждый день туда и пойдешь. Да. Ну, в общем, они рыбалкой зарабатывают, на трайсикле ездят, а потом на дороге, это, как говорится, стрит-фуд продают, уличные еду. Делают, там, разные. Куриные ножки, там, ну, всякое-всякое, жареные, вареные, там, разные названия, я их не запомню. Занимаются. Хорошо. Роман, давай вернемся вот к этому. Очень интересно, чтобы мы просто не пропустили по поводу стратегии в онлайне. Вот какие ты бы советы дал людям, которые, вот меня тоже часто спрашивают, как общаться в онлайне. Или вот буквально недавно мне человек написал, говорит, Алик, помоги, вот, ну, хорошая ли девушка или нет, как отсеять скамерш и так далее. Как бы ты, вот, помог людям, чтобы, вот, как отсеять скамерш, как определить, что кто? Ну, их сразу заметно, они не выдергнут, они долго с тобой не переписываются, переписываются, начинают это, как бы, просить или намекать на то, чтобы ты им деньги выслал. Вот как тебе намекали? Они намекали, там, телефон не работает, не может позвонить, я же говорил, там, еще что-нибудь такое, еще что-нибудь такое, есть нечего, голодаю. Жалуются, да, я думаю, это не то. Если она голодает, ее семья голодает, я пойду и буду, я тоже буду голодать, у меня зарплата, пенсии небольшая. Жалко, жалко, не жалко, не подходит. Вот так вот. И этот, ну, там легко, легко найти скамершу, сколько надо, там не надо, там торопиться не надо. Надо переписываться, разговаривать. Как я говорил в первом ролике, язык до Киева доведет. Надо разговаривать, разговаривать. Ну, и видно будет. Переписываться, спрашивать, чем занимаешься, что тебя интересует. Это, как говорится, можешь немного похвалиться, обмануть даже. Например? Ну, расскажи об этом. То, что у тебя бизнес сейчас растет. Вот. Боюсь оставлять, вот. Думаю оставить брата или что-нибудь такое. Потом, мне только нужна жена, хорошая жена. Вот хочу привезти, чтобы она тоже этим бизнесом занималась. Или занималась просто кухней. И что хотела, то и делала. Понимаешь, вот так вот. Надо немножко этот, как тебе сказать, приурать, приукрасть. Ну, хорошо. Расскажи. Ну, а как они реагируют на этом? Как ты заметил? Как это помогает? Сначала ты не говоришь это. А потом, когда скажешь, ты увидишь, у них уже настроение меняется. Я вот в Канаде. Это у меня хороший козырь. Вот. И я, ну как, можно сказать, обещал. Все будет хорошо. Вот. Светимся, поживем. Там видно будет. Потом как? Куда деваться? Не останемся там на Филиппинах? К Канаду приедем. Вот. Ну, не всем так обещал. И как у них меняется? Вот ты говоришь, меняется. Вот как меняется? У них этот Рим. Это, знаешь, они платят 5-7 тысяч, чтобы сделать контракт на работу. Очень много платят, чтобы поехать по контракту. У них язык есть. Работы мало здесь. Везде. И такая работа дешевая, да? Особная. В основном. Несмотря на то, что у них есть язык, все равно. А вот в Канаде вот люди могут заработать, кто имеет канадское образование. Ну, все равно. Знаете, Канада – это Канада. Это у меня был Козырь. Они знали, что я с Канадой, уже думали там чуть ли не мешок с деньгами. Но я все равно потихоньку раскрывался и говорил, что я вот так, вот так, не работаю по своей специальности, работаю 5-6 часов в день, выходные праздники не оплачиваются, вот так. Ну, все равно постепенно, когда человек начинает нравиться, ты говоришь, сразу не раскрываясь, а говоришь правду, смотришь реакцию. И все равно они хотят, если они все равно хотят встретиться, значит, ты намекаешь на то, что ты приедешь сюда. Хорошо. Вот интересный вопрос. Скажи, сколько, как ты бы оценил процент скаммерш, вот там, где ты общался на том сайте? Значит, много, большой процент. Ну, вот выбрать тех, которые пишут. Меня интересует мужчина после 45 и до 80. Если они пишут такое, значит, у них на уме такое или любой мужчина ей нужен как помощник, как говорится, чтобы от него была финансовая помощь в первую очередь и так далее. А когда вот иногда берут возраст чуть пониже, говорят 60, 65, вот с ними можно. С ними говоришь, а потом разговариваешь с ними, значит, вроде нормально, и человек нормальный. И, ну, в общем, если увидите, что там они хотят, чтобы мужчина был после 40 или после 30, до 80, до 90, не верьте им. Ну, ну, сами поняли. Да, слишком большой, слишком большой диапазон. Вот они говорят, вот насчет меня говорили ограничений, да? Вот, 60, ну, я по возрасту, ну, как, смотрюсь, как будто не 60, 55, понимаете? Значит, я подхожу, а мне под 70. Да, да, да. Ну, потом узнают ничего. Ну, это, я вам скажу, что на Филиппинах там возраст не имеет значения. Это единственная страна в мире, где возраст не имеет значения. А потом женщины, это как ваши бабушки были, ну, в общем, старые жены, как говорится, старые закалки. Плохо или хорошо, они с вами. Верные вам. То есть верно, верность, про так? Верные, очень хозяйственные. Они постоянно стираются, постоянно убирают комнату. Даже вот моя, вот она по 2-3 раза убирала тень комнаты, я ее, ну, как, ругал. Зачем ты это делаешь? Не надо, правильно? Раз в неделю убрал, и так подметает. Там же песок, это, подмелывай, все. Посуда чистая, еда чистая, одежда чистая. Что еще надо? Хорошо, Роман, давай завершим вот эту часть по поводу онлайн общения. Какие-то советы ты мог бы дать людям, которые, вот, может быть, сейчас начинают искать себе девушку именно в онлайне? Пусть, не торопятся, ищут. До того, как приехать, у них должен быть багаж. Ну, как багаж, как список десяток. Десяток нужен, да? Десяток, десяток. Десяток, из которых очень подходит 2-3. На одной не надо зацикливаться. Она может подвести, как меня подвели, я просто был очень-очень... Просто не встретиться, даже искупаться. Да, упрямый, настырный, и добил ее. Ну, как добил, победил. Доставил, поверь. А то она не хотела с тобой встречаться. Убегала все время от тебя, правда? Я не хотел уехать, не встретив ее, понимаете? Я у вас был, помните? У вас был, ездил, а потом я специально паузу выдерживал, чтобы она скучает или нет. Если не скучает, значит, я им не нравлюсь. Если скучает, значит, можно еще встретиться. То есть стратегия победная, правильно, Роман, у тебя был? Оказалась твоя стратегия. К сожалению, не так вот, как книга кино увидел, влюбился, начал за ней ухаживать, миллион роз подавил и так далее, и так далее. Она ответила, даже если не любила. Ну, не так, надо выбирать. Любовь придет, если вы друг друга терпите, вы, как говорится, будем говорить, сексуально подходите. Это очень важно. Любовь разрастется, когда вы подходите физически друг к другу. Это, я думаю, самое важное. А так бывает, что деньги, все, вот, сколько подобных случаях. Ну, здесь вот интересный подход у тебя, и, в общем-то, я полностью его за это. То, что сначала вы должны увидеть, что вы друг другу подходите, после этого любовь. Но, скажи, пожалуйста, вот, по моему мнению, вот, в Европе, в России, в Америке считается, что сначала должна быть любовь. То есть, как бы, сначала надо влюбиться, а потом уже там проверять, вы подходите или подходите. С моей точки зрения, это большая ошибка. Вот, принципиально, очень серьезная ошибка. Как ты считаешь, какое твое мнение на этот счет? Будем говорить так, я вот в возрасте, да, вот, молодая девушка, она не просто терпит меня, она меня ждет, ей это устраивает. Даже какая-то, ну, смотришь, она не наиграна, а так, довольная такая. Вот. Знаете, тогда, ну, видно. А когда просто тебе дает, или, как говорится, переспала, там, поели, все, это, как говорится, никаких чувств. Ну, это чувствуется, вот, если она просто с тобой переспала. Вот, я знаю, мы когда приехали, здесь, ну, просто один американец, вот, все время жаловался на свою девушку. И вот как она, он жил здесь так было ранее, она к нему из Сибу приехала, и на следующий день уже уезжает. А он все хотел, чтобы она оставалась. И он все, как бы, пытался понять, жаловался, что, почему она хочет уезжать. Ну, потому что она просто с тобой ради денег, она приехала, ты ей там что-то заплатил, она уже хочет уехать. Вот это пример того, что она, ну, просто, просто ради денег с тобой встречается. Да, это, как говорится, их тоже можно понять. Там очень тяжело выживать. Ну, вот, люди занимаются разными делами, целый день, иногда целый день заняты. Они работают, вот, этот капитан Морган, он там рыбачит два раза в день иногда. А потом куда-то далеко идет в горы, у них там, это, корова, коробал. Вот, он его выращивает. А потом они, это, мать сажает какие-то овощи. Детей, родственников полно. Значит, все хотят есть. Всех поделиться, поделиться, наверное, просят. Ну, они просят поделиться, но она заставляет их работать. Правильно делают. Пацаны вот маленькие, 12 лет они помогают, на рыбалку ходят, вытаскивают сеть. По крайней мере, они вот, ну, как, моют сетку, ну, там, вытаскивают рыбу. Ну, некоторые, этот, дырки латают на сетях. Вот. В общем, работают. Они, они пацаны, они любят побегать, это, это. Но самое главное, помочь родителям. Значит, в отличие от наших, детей не ругают на улице, не обзывают. Ну, вот это очень интересно. Как бы ты тоже, вот, давай, давай более подробно об этом. Я много раз слышал, что... Могут кричать. Вот это отличие. Нойми зовут, да? Зовут. Потому что она, уже вечереять ее нету. Может ходить, кричать, искать. А вот найдет, приведет домой, может быть, она там поругает ее, но на улице нет. Она так улыбается. Ну, в общем, они стараются не показывать себя, что они там... Я не видел, чтобы там детей, на детей орали или пили на улице. Такого нет. Или кричали. Я слышал там врачи. Я тоже ни разу не видел криков. Куда? Куда ты наступил? Или что-нибудь... Ну, вот, наподобие. Да. Ну, с детьми там очень хорошо. У них такая веселая. У них вот школы не было, они собирались вместе. Иногда взрослые там смотрели за ними, играли вместе с ними, чтобы был порядок. Вот. И дети вежливые. Не видел таких, как в Канаде или там в России, ну, старая... Ну, как, дразнят друг друга или чем-то такое, понимаете? А, такая злобность, да? Злоба такая, дразнят. А в Канаде, попробуй, скажи на каком-нибудь пацана, ты что куришь? Он тебя так обматерит. Ты пожалей, что сказал. Прям на тебя буром попрет, и ты его не тронешь. Один итальянец ударил пацана. Он подошел, его как бы толкнул. Он его ударил по затмике или что-нибудь. Судился. Большие деньги заплатили. Да. Они боятся. Все боятся. Взрослые. И дети делают то, что попало, что хотят. Хотят, не идут в школу. Возьмет и скажет, я не пойду в школу. Мне плохо. Хорошо, Роман. Вот, значит, совет. Первый совет тем, кто в онлайне общается. То есть, два совета мы услышали. Это то, что не спешить и ждать, когда она пожалуется. Начнет жаловаться или прости денег. И второй совет имеет 10 выборов. Правильно? 10 вариантов, когда перед тем, как приезжать уже на Филиппины, иметь достаточно вариантов. Если ты уверен, одно и две, так вот, хватит. Но, знаешь, жалко их, как говорится, бросать. И нехорошо с двумя встречаться тоже. Так что ты должен выбрать одну. Если не получится, то ты можешь пойти в другой. Хорошо. Скажи, пожалуйста, а вот как ты определял, когда ты начинал только общаться с ними, как ты определял место? То есть, там же много городов на Филиппинах. Как ты определял, из какого города выделять, то есть, искать этих девушек, с кем общаться? Или тебе было все равно, ты общался просто по всей стране? Знаете, я даже, как говорится, общался с Таиландом тоже. Ты с Таиландом общался? Да, да. В Таиланде у меня были. До сих пор остались, но я с ними не переписываюсь. Они иногда поздравляют, я не отвечаю даже. Мне жена есть. То есть, ты по всей стране, то есть, ты не выделял, не локализовывал своих девушек? Нет, потому что везде есть хорошие и плохие. Надо просто найти ту, которую ты ищешь. Иногда не повезет, раз может не повезти, два сдаваться не надо. Надо искать. Надо терпеливо искать. Смотри, ты же дошел-то очень быстро, по сути дела. Я нашел быстро, я вычислил. Потому что, как вам сказать, все-таки прожил 70 лет, у меня есть инстинкт, интуиция. Это мне помогло. Я когда был в Союзе, было такое, что гадал людям. Гадал. Они думали, что я по руке гадаю, я по интуиции, по инстинкту гадал и говорил почти все правильно. Прошлое, настоящее, будущее. Так что вот это у меня, как говорится, развилось. У каждого человека это может быть. Если нет интуиции, инстинкта, они почти одно и то же, то очень трудно выжить. Вот сейчас насчет коронавируса, я вам скажу, что вначале я знал, что идет массовое уничтожение людей. Сейчас заставляют вакцинироваться, а вакцина, она опасна, уже доказано. Если смотришь, там доктор умерла, там медсестра, это в Норвегии или где там 23 человека погибли, в Италии там где-то 50. В общем, вакцина это вакцина, а потом типизацию хотят сделать. Я как понял, человек будет светиться, и его можно вычислить, где он находится. Ну, как светиться? Для какого-то компьютера или чего-нибудь такого. Я в компьютере плохо разбираюсь. В общем, и я верю сейчас, да, вот этот стал президентом, что идет к тому, если что-то не изменится, идет к тому, что будут уничтожать людей. Надо готовиться к тому. В начале, когда появился, я знал, что это хуй, это слабее гриппа. От гриппа люди умирали больше. Я знал это тоже. Это тоже интуиция, а потом смотрю эти на ютубе там разные ролики и с кем-то соглашаюсь, с кем-то нет. В общем, у человека должна быть интуиция. Если там говорят хорошо, и ты прыгнул, это неправильно. Лучше проверь. То есть совет пользоваться интуицией и проверять, правильно? Да, интуиции, и потом надо проверять. Это говорят стыдно проверять. Нет, не стыдно. Если тебя обманут, вот тогда стыдно. Правильно? Надо проверять. Я не скажу, что в России плохие женщины. Там тоже есть хорошие, есть плохие. Хороших разбирают после школы сразу. Как школу закончили, они замуж уходят и так далее. А потом они растут, когда уже они проучатся в институте 2-3 года или поработают где-то на производстве 2-3 года. Если они не испортились, они еще хорошие. А так там, знаете, такое, будем говорить, общение с другими людьми. Роман, вот еще один вопрос. Вот это сравнение филиппинок, ну, допустим, с русскими женщинами. Как бы ты их сравнил? Вот ты как раз уже начал, поэтому очень интересно. Ну, сравнение. Ну, они как... Филиппинки, они больше для семьи, для детей и для мужа. Русские женщины, они стараются выглядеть лучше, чем они на самом деле многие. Вот, а потом для них, как говорится, для большинства деньги – это главное. Как начать филиппинок? Эмансипация, как говорится, проходит, да, женщина сейчас по этому, по мировому закону, она имеет больше права, ну, как закон на ее стороне всегда, в любой стороне, даже и в России. Вот, выпили, мужчина и женщина, женщина выпили, а потом захотели большего, переспали, утром она заявляет, ты меня использовал. Она сама пришла к нему домой, вот, выпили, погуляли, говорит, ты меня использовал. Вот, это было со многими, и это, в это время не знаешь, куда бежать. Ну, это такая типичная ситуация, выпили, потом еще, потом еще, потом она наутро просыпается, думает, что я наделала, а потом думает, а, это не я наделала, это со мной сделали, это и ей становится легче, потому что это она как бы не виновата, а это все, все другие все так подстроили, и вот так вот она такая вот жертва. Вот, насчет филиппинок, я не слышал, что они так делают, они так не делают. Они, как бы, смотрят на то, что я пошла добровольно, меня никто не заставлял пить, никто не заставлял спать с ним, я сама пошла, сама должна отвечать. Даже забеременеет, ребенок родится, они могут сказать, что вот я беременна тобой, и все, больше ничего не могут они сделать. Я такое замечал, они очень спокойно относятся, когда у них ребенок, они как-то говорят, вот мой сосед тоже говорил, говорит, почему ты не попросишь его, чтобы он тебе денег просил? Он говорит, ну, так вот, уже ничего страшного, вот так, все в порядке. По закону очень, ну, в общем, как, это, это, с одной стороны, нехорошо, вот, люди, мужчины из этого, из Канады, из Америки, из Европы, они приходят, у них большая ответственность. Даже вот, если есть чужой ребенок, они стараются его, как бы, смотреть за ним, как за родные, или уходить. Да, я знаю такие случаи, принимают других детей, это действительно так, как и иностранцы. А филиппинцы, мужчины, они другие, есть такие, которые имеют какую-то ответственность, Многие, как, он был с ней, потому что просто хотелось, как говорится, потребность заставила его, так вот. Поэтому женщины, это, больше любят, как говорится, иностранцы. Более ответственные. Более ответственные, да. Поэтому филиппинки не очень любят, и я вот очень часто встречал, филиппинки не очень любят филиппинцев. Они говорят, очень многие говорят, я предпочитаю иностранцев, я спрашивал, интересовался. И вот у меня вышло две причины. Во-первых, вот это ответственность, что иностранцы более ответственны, более, как бы, так, ну, отвечают за свои слова, за действия и так далее. И не так, как бы, рукоприкладство, то есть, потому что много очень раз слышал про, что филиппинку здесь, муж филиппинец, или может побить и так далее, и так далее. И это очень такая распространенная проблема. Значит, насчет этого, будем говорить, насчет русских, России или бывшего СНГ, там девушки были, можно сказать, в то время, когда я там был, просто я не мог жениться, потому что не знал, как обеспечить себя, не говоря уже о семье. Понимаете? Вот, когда этот союз начал разваливаться, это, все, все, все. Значит, ну, там видно было, что если ты женишься, и будут дети, и будет жена, и дети будут голодать. Будет тяжело им. Вот так это чувствовал. И поэтому я не мог жениться. А женщин, знакомых, девушек, хороших, очень много было. Но они тоже изменились. Жизнь поменяла, я не скажу, сейчас много плохих. Я думаю, там, но они поменялись. Они научились во Франции, научились по телевизору, как американцы ведут себя, американцы ведут себя, канадцы, как европейские женщины ведут. И они стали тоже эманситированными. Они знают, что они могут больше мужчины выпить, могут больше мужчины закурить. И, как говорится, гулять тоже налево-направо. Я когда приехал, после того, как я уехал, через несколько лет я поехал в Москву. Я поразился. Столько просил. В общем, не буду об этом. Многие прошли через это. А вот просто на Филиппинах как-то вот этот, будем говорить, первый опытный строй остался. Женщины – это женщины. Они самые хорошие. Роман, а вот ты еще тогда, тогда говори, чтобы я не любевал. Ну, ладно, этот… Ну, я говорю, большинство, большинство женщин, они хотят создать семью, иметь мужа, который помогал семье. И все. И чтобы он не изменял. Ориентация на семью. Да. И чтобы… Кстати, вот это еще тоже… Все-таки я думаю, что иностранцы, они меньше изменяют. Потому что еще одна проблема здесь – это что филиппинцы, они очень-очень как-то легко изменяют. И вот местные девушки, они вот, в общем-то, женщины все время жалуются на это. Как ты считаешь, твое мнение? Да, не все. Ну, в основном. Молодые, они хотят погулять, и они тоже чувствуют то, что я чувствовал. Они не смогут семью прокормить. Они боятся. А вот нужда их заставляет там, ну, как говорится, потребность. Роман, и давай расскажи, пожалуйста, очень интересно, как ваши отношения сейчас? То есть твоя жена уже на Филиппинах, ты в Канаде. Как развивается, как ты чувствуешь ее сейчас? Я чувствую, что она не столько не изменилась, она меня ждет терпеливо. Она знает, что ни завтра, ни послезавтра я приеду. Мы так и договорились, что всякое может быть, я долго не приеду. И она занята, у нее маленький такой variety store. Вот смотрите, вот она, вот она. А вот давайте вот спрашивали Романа все время показать его девушку. Смотрите, очень красивая, Роман, очень красивая. Hello, hello, hi, how are you? Красивее и со мной. Она такая модель. То есть она с тобой стала красивой, да? Как ее зовут? Напомню, Роман. Анастасия, Настя. Анастасия. Hi, Анастасия, how are you? How are you doing? Say something in Russian. Роман Аскин, Роман Аскин, привет, привет. Хорошо. Ну вот, видите, Роман, это же правильно, люди спрашивали, покажи девушку свою. Вот, Роман не брет, чтобы все видели. Ладно, я... Классно, классно, очень красивая. Я о чем? Она, значит, насчет нее спрашивали, вот я о чем? Она каждое мое утро, для нее, перед тем, как уснуть, она высылает мне фотографию, и говорит, перед тем, как уснуть, она говорит, доброе утро, доброе утро. И это высылает фотографию, говорит, пишет, доброе утро. Она очень рано ложится спать, рано встает. Вот. Работает в маленьком варайке магазин. Значит, я помогаю ей, как могу, финансово. Ну, довольная. Она работает, когда она занята, мама, мать работает. Вот. У меня дома нету, но есть комната. Она обделала комнату, шкафы поставила там. В общем, как говорится, оформила красиво. Вот, смотрите ее магазин. Давайте посмотрим, покажи, покажи всем ее магазин. Роман, немножко дальше телефон от камеры, это двинь, чтобы мы видели лучше. Ну, вот здесь. Я думаю, так. Вот она там, и сзади, видите, вот эти потолки, и вот это там несутки. В общем, я смотрел очень аккуратно, все чисто, и вот к ней очень много приходит покупать по мелочам. Стесняется, в общем, как, каждый день она высылает фотографию, мы разговариваем два раза в день, иногда не о чем говорить, мы начинаем шутить, смеяться друг над другом. Ну, так, без обиды, чтобы не обидно было. Пацан подходит иногда, говорит, привет, дядя Рома, анкел Роман. А я им говорю, что у тебя живот вырос, что ты там не занимаешься. В общем, я его заставляю заниматься, он, наверное, сейчас балуется, не занимается, в школу не ходит. В школу нету пока. Вот, вот, я сейчас покажу, вот, 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 покажу. Давай, давай, покажи всем, вот, магазин. Вот, вот, на полочке все расставлено, вентилятор стоит, вот, кастомер пришел, этот, она, значит, обслуживает. Вот. Ну, будем говорить, как ларечек. Если будет необходимый, обходимость мы достроим, делаем побольше, а сейчас не надо. Это у нее, как говорится, осталось от мужа. То есть, это ее магазин или она арендует это помещение? Она арендует, она вот аренду, ложит на книжку своему сыну, и мы еще добавляем. Вот. Столько же мы добавляем? Ну, 500 песо в месяц ложит, мы добавляем 500 песо. Банк. Да, да, да. Подрастет ему, ну, когда пойдет учебник. Для него, для его сына. В общем. Вот, вот, очень красиво сейчас. Давай, покажи. Вот. Просто... Немножко подальше, Роман, немножко подальше. И по центру, по центру камеры поставь, и подальше, потому что можно не... Вот. Это вот одна из полочек. Там еще, еще, еще. Вокруг. Ну, в общем, нормально. У нее деньги бешеные зарабатывают, но хватает на эти делы. Хорошо. Мама выращивает рис. Она сама, конечно, уже не пашет на поле, там, в воде. Она нанимает, вот, арендует землю, нанимает, и они выращивают рис. Два раза в год. Младший брат собирается жениться, вот. 30 лет. 30 лет ему. Да, 30 лет. Ему пора жениться. Ну, в общем, нормально. Это будет у нас как база. Я поеду туда, вот, она оставит маме этот магазин. Маме и племянницам. Девочки помогают маме. Мы будем путешествовать по кимулетике. Когда приедем, да. Да, когда приедем, мы будем путешествовать. Как? Выберем одно место хорошее, и туда, там возьмем квартиру, и пацана уже повезем. Поближе к морю было. Когда планируешь приехать? Ну, у меня, вот, я только заполнил, вот, я год не работал, только заполнил аппликейшн для этого. Для этого. Сербис Кеннадо. Посмотрим. Пенсию начнут платить. Вот. У них спрошу, когда я могу поехать. Потому что я не 6 месяцев, а 9 месяцев был на Филиппинах. Но они говорят, это нормально, потому что была пандемия, и ты не мог вернуться. А, да, да, да. А вообще лучше, тяжело, конечно, лучше переждать и осенью поехать, чтобы зиму там провести. Да, самое лучшее, конечно, да. Может быть, имеет смысл подождать и потом. Зимой уже здесь. Может, пандемия кончится, когда вот, ну как, будет легче. Сейчас же, сейчас надо визу делать, а визу делать надо в Калдаре. А я машину сдал, без машины езжу. Подожди, а зачем тебе визу? Поясни, пожалуйста. Уже, уже надо визу. То есть, нельзя просто приехать в аэропорт, так? What's the name of visa? No, 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 no. When I go there, now, now I have to make visa. It's a tourist visa. 9K. 9A. 9K, I don't know. Ну, в общем, ты понял, да, там есть какая-то виза. 9K, чтобы туда попасть, надо визу сейчас. 9A. 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 В Канаде. А вот я не знаю, как с этого, с Россией. Ну, сейчас в Канаде вообще, на самом деле, там Филиппины ограничили въезд с рядом стран, примерно 30 стран, и там, по-моему, и Канада. Прямо сейчас. Там будут делать тест, я смотрел, два раза будут делать тест, тест. По аэропорту будут делать, а потом будут делать где-то при выходе или там, и за гостиницу будут оплачивать, будет карантин на 5 дней. Если все нормально, тебя отпустят. Вот сейчас приехали ребята из соседнего острова к нам на Бахол, и вот на карантине находятся. Так что я тоже жду, когда они выйдут с карантина, то мы тоже, может быть, интервью с ними сделаем. В общем, это, что могу сказать. Если у них в России там дела, бизнес хороший, ну, как, нормальный, то можно приехать, жениться и забрать Филиппинку. Да, вот, например, как Иван. Там Иван, вот у него бизнес, и так что это самый хороший вариант. Я не хочу забирать сюда, потому что женщины здесь меняются, соседи меняются. Это у тебя, да, у тебя, да, другая ситуация. Разница в возрасте большая, сразу, сразу будут у меня проблемы с людьми, которые доллар тебе не дадут просто так, а будут давать полезные советы, учить тебе, как жить. Много таких здесь и в России, много таких, которые ничем не помогут, а учат жить. Я, когда у вас был, в зале занимаюсь, подходит один русский, я его даже не просил, и начинает меня учить, как вес поднимать. Я был тренером, я детишек качал борцов, чтобы они были сильные, и они выигрывали. Эта подкачка совсем другая, а вот так подкачек, где вот делают культуристские мышцы, они не такие, как говорится, тяжелые, но не работоспособные. И вот раз подошел, два, и я так на него, как бы, не то, что обиделся, думаешь, что он меня учит, будет учить. Если, я хотел ему сказать, если я от тебя что-то буду учиться, то у меня лучше подохнуть. Я же все это прошел, все это прошел. Я знаю, я знаю, что я делаю. У нас другая подкачка, у нас там должна быть немножко, как тебе сказать, не такая вот, как медленно, красиво, правильно. Пусть неправильно будет, чтобы ты мог крутить мышцы в любую сторону, и они были сильные. И по-другому. Вот он раз подошел, два, и я забыл. Они жили на втором этаже, у них квартира была, муж-жена. А, я, по-моему, помню, тоже парень, который занимался в зале, был такой. Он хочет тебе хорошо сделать, а он не понимает, как я к этому относился. Ну, я к нему, к этому не так хорошо относился. Ну, ладно, я такой... Хорошо, Рапан, спасибо, очень интересно. Думаете, интересно? Я думаю, что да, мне интересно, я думаю, и другим интересно. Ну, кому-то не интересно, конечно, а кому-то интересно. Задают вопросы тебе. Да, пускай задают вопросы, если там будут интересные комментарии. Скажи, пожалуйста, ты на все комментарии ответил? Может быть, там остались какие-то... Ну, я не отвечал на комментарии, это же твой блог, поэтому не отвечал. Нет, ну, хорошо, вот сейчас остались, может быть, сейчас какие-то комментарии, ты хочешь ответить, если есть такое. Знаешь, там никто не спрашивает, я поэтому не ответил. Ага, ну, хорошо. Если спрашивают, если не спрашивают, зачем я буду это... Понимаю. Оправдываться я не хочу. Какой я есть, я такой тяжелый человек, потому что жизнь меня заставила. Если я не был таким тяжелым человеком, я бы не прожил. Да, 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 да. Самоуверенный, заводной, быстро меняющий. Ну, как говорится, плохой человек. Но вот стараюсь перед Настей исправиться. Она меня меняет, я, значит, становлюсь лучше. Вот она говорит ей намного лучше, намного спокойнее, терпеливее. И кажется, что любишь больше. Она говорит. Говорит, любишь больше. Со временем, да, твоя любовь увеличивается к ней, да, так как она чувствует. Вот она список написала там, ты видел, что она писала на английском. Нет, я не видел. Я тебе список отправил на английском, она написала, почему мне хорошо, когда я вышла замуж. А-а-а, понял, 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 понял. Слушай, прочитай его сейчас тогда, потому что, чтобы он не упустился, вот это же интересно. Ты возьми его, напечатай, напечатай. Так ты его сейчас прочитай, прочитай его сейчас всем, кто слушает, чтобы потом не откладывать, потом забудем еще. Я постараюсь. Я говорю, что изменилось? Она говорит, вот так, вот так. А ты напиши. И она написала. Я посмотрел, говорю, это слишком ты меня разукрасила, я не хочу этого, я хочу правду. И она опять написала. Ну, я сейчас найду, точно найду. Давай. Я это в этот поставил, положил в альбом, потому что я этот убираю, вот, целый список. Ну, я буду переводить, как могу. Давай. Хороший, что хорошего произошло, когда вышла замуж за романа? Первое, я не одинокая больше. Я чувствую себя более, как говорится, уверенно в здоровье, да? Потом. Значит, всегда я чувствую, как говорится, что ты рядом, если тебя даже нет. Я знаю, это место твое, рядом, рядом, рядом со мной, это место твое. Это мой муж. Она говорит. Потом, что еще там? А, я учусь многого от него. Я даю какую-то мотивацию, чтобы у меня было правильное питание и, как говорится, шеи. Я не толкаю ее. Я просто говорю, тебе надо, вот и делай. Он дает какую-то энергию у меня всегда. Я чувствую всегда какую-то энергию. Когда встаю утром, я чувствую энергию. Стараюсь учиться от него, как говорится, мудрости. Потом, насчет денег, он правильно сказал, что на всякую еланду не надо тратить. И, ну как, надо экономить. Пусть у тебя будет больше. На еду хватает. Остальное там придется. Потом, я ее научил, как, ну, использовать правильно время. Я говорю, она слишком много убирается. Я говорю, не надо, надо больше отдыхать. Сюда отдыхать приехала. Сейчас немного осталось. В общем, она от меня, как бы, учится. Потом, я, она счастлива, потому что я люблю его сына от своего. Потом, он мотивирует сына. Он тогда с ним, он старается что-то делать, заниматься. Разговаривать на английском. Значит, он очень внимательный ко всей, ко всей моей семье. Ну, там, всякое бывает. По мелочам, но все равно внимание, что я уделяю, ко всей семье. Потом, мы, этот, стараемся, у меня есть с кем поговорить. И потом, мы стараемся учиться у друг друга. Учиться у друг друга, молча, не заставляя. Понимаешь, вот это мне нравится. Жизнь намного легче. И дышать легче. Представляешь, как она говорит? Легче, чем было до этого. Я имею полную семью. Полную семью. Мы имеем, как говорится, ответственность перед друг другом, перед нашим сыном. Я счастливый. Спасибо. Очень интересно. Вот, вот, вам, видите, многие спрашивали, как там Роман? Роман, покажи свою девушку. Наверное, уже не верили, что увидят. И вот, Роман показал, и даже, видите, поделился, что она конкретно реально пишет. Я ей сказал, я ей сказал, вот, знаете, интересно, я ей сказал, вот, на корабле капитан. Один капитан, один штурман. Ты хочешь быть капитаном? Она, нет. Значит, я буду капитаном, правильно? И мы делать должны все, что я говорю. Ну, как? Могу ошибиться, но будем делать так, как я думаю. Если у тебя есть какие-то сомнения, перед тем, как сделаете, ты со мной обязательно поговори, посоветуйся. Может так, может так, может это не надо. Ну, в общем, совет есть такой хороший. Ну, она так со мной в огонь и вода. Иногда может боиться, иногда не хочет, но знает, что у нее другой дороги нет. Она со мной. Она моя жена, мёрзнем, ну, не мёрзнем, мокнем вместе, падаем вместе, купаемся вместе, кушаем, спим вместе. Знаешь, вот все вот у нас как-то так. И понимаем друг друга. Она там, 11 тысяч километров от меня, да? Она понимает, как ты делаешь все правильно. Я это знаю. Между вами есть только 15 часов. Правильно? Что это такое? 15 часов. Ну, я скажу, отсюда вот едешь, где-то летишь в этот, в Ванкувер, от Ванкувера, там, в Китай или в Корею, а потом туда. Оттуда уже. Да, и вот это самый далекий перелет, когда летишь от Ванкувера, а потом с Китая, в Таим-Тене. Ну, в общем, так. Значит, что еще можно добавить? Этот, еще, я так забыл, насчет, насчет этих ребят, которые хотят приехать. Вы должны знать, ребята, если хотите сюда приехать, у вас, как в русской сказке, идешь камень, камень, на камене надпись, пойдешь прямо, коня потеряет, пойдешь налево, Зину найдет, пойдешь направо, будет жить сам собой. Вот так вот. Вставать утром, после долгой ночи и говорить, я ненавижу свою жизнь. Какое утро. Вот. И тем дальше, больше и в одиночестве, значит, не сами знали. Так что иногда надо идти и знать, что ты что-то потеряешь. и надо знать, насколько это главное. Если там искать, просто переспать с кем-то, там и в России, и в Канаде полно. Лишь бы деньги были. А вот чтобы найти человека, которому можно верить и никогда не оборачиваться, если он за спиной, то это очень трудно. Можно я говорю, что я здесь в Канаде ищу всю жизнь в Канадской. Может быть, меня Бог наказал, я, как говорит, свое отработал 27 лет в Канаде. Можно сказать, одинокий. А там в Союзе России я был помоложе. Знаете, у меня такие встречных встречались, отношения были. Хватает. Мне всегда было. но я жениться не мог. Потому что у меня, как говорится, коррупция забирала, я стоял на очень, это как, на квартиру 11 лет. А потом взяли дом, дали, не дали дом, сказали проверить дом, я не захотел ее взять. Это был не просто старый, это был заброшенный, и там переделывать невозможно было все. Дал нам другую очередь. С машины тоже самое. Когда привезли машину, там двух колес не было, и стекла были вытащены. Вот так вот. Там у меня прав не было, потому что у меня не было машины, я не мог позволить себе. там жизнь другая была. Говорят, что в советском союзе было хорошо, но как, люди перебивались всегда, мы были счастливы. Не все, конечно, кто не умел воровать. Так что, ребята, выбирайте, что для вас главное. Если остальное можете, как говорится, главное выберите, а остальное будет, как говорится, можно наладить с остальными делами. Там с работы, вот, и так далее, перетерпеть, зайти в сельское хозяйство. У кого золотые руки, те могут быть механиками, то можно. Если молодые, то можно работать. Пенсионерам вообще хорошо. Полгода здесь, полгода там. Правильно? Да, Роман, согласен. Роман, спасибо. Давай. Ну, можно чем-то заниматься. Люди же живут. Ты имеешь в виду на Филиппинах, да? Да. Можно. Я не скажу, что там сладко, так легко работу найти и так далее, или делать хорошо оплачиваемую работу, все трудно. Но когда вдвоем, жена твоя работает, ты работаешь, помогаете друг другу, ну и само собой надо экономить, можно прожить. А погода, зимы нету, море лечит все, загрязняет, но все равно море лечит. Море от берега 20 метров оно очищается. Эта соль очищает все, как бы бальзамирует всю это даже соль. Хорошо, Роман, спасибо, спасибо, очень интересно, то есть ждем тебя на Филиппинах, может быть осенью, осенью на Филиппинах и будешь по лейте путешествовать, ну и в общем-то может быть тоже увидимся, может быть пообщаемся, вот, всех благ тебе. Спасибо, спасибо всем, кто поддерживает меня и радует за меня, я буду за вас радоваться тоже, дайте знать. Ну, надо за собой, как говорится, постоянно смотреть, как ты питаешься, как ты занимаешься, двигаться надо каждый день. Как Амосов говорил, тысячу движений, хоть маленьких, но тысячу движений всеми частями тела. Давай, Алекс. Хорошо, Роман, все, счастливенько тебя, спасибо, будем на связи. Пока, Роман, счастливо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok